Итак, друзья, еще раз продолжим еще одно углубление. И сейчас рассмотрим разницу между мотивацией и интерес. В чем же разница? Когда у нас говорят на фермах, ведут бизнес-тренинги, и вся та чушь, что сейчас сыплется в соцсетях, нам говорят, надо мотивировать человека, таблица Маслоу там и так далее, пирамида. И куча аргументов, и на этом выстроены целые обучающие программы. Я предлагаю всего лишь включить мозг и взглянуть в глубины подсознания, посмотреть, так все-таки как же это все работает в человеке. И когда мы заглядываем в суть, то мы видим суть подмены, подмены, которая существует в нашем обществе. Феноменально, наше общество это полный трэш. Но вот опять мы возвращаемся к тому, что есть человечек, есть его голова, есть его эго, есть его ум, есть его высшее Я, есть его душа, которая отделена, да, и есть его некое поле, энергоинформационное поле, да, или дух. Вот его структура. В принципе, вот на этом уровне, вуале, на этой вуале, это выглядит так в психике. И дальше этот человечек выстраивает некую картину мира. И вот в картине мира, у него есть какие-то цели, задачи, куда он стремится, что он пытается делать, куда он идет. Так вот, у человека мы сегодня рассматривали, есть два варианта, прямых вариантов развития событий. Каким образом снимается вот эта картина мира? Для того, чтобы ее снять, нужна энергия, нужен ресурс. В бизнес-языком нужно финансирование. Что профинансирует нашего режиссера для того, чтобы эта картина мира пошла в съемку, да? Это ресурсы из травм. Там некие травмы у человека блоками в подсознании лежат. И эти травмирующие ресурсы вступают в определенную ситуацию, да, до проработки выходят, это мы называем кармой, и финансируют съемку этой картины мира. Здесь у нас ресурс. Он энергоинформационный. Да, здесь есть энергоинформация, суть. И более того, эти ресурсы, они резонируют сразу у большого количества людей. И потом все эти люди в связке, в картине мира отыгрывают там ситуацию, типа, я тебя кинул на деньги, ты меня наказал и так далее. Хотя при этом души, они просто играют, у них игра. Они находятся в радости, в кайфе. Они прутся от этой игры, потому что они на другом уровне матричной структуры. А мы в эмоциях это проживаем. И вот в этой картине мира у нас рисуется, кто там какой, плохой или неплохой. Я к чему это все рассказываю? Что ресурс вот этот вот энергетический, энергоинформационный, финансирование картины мира идет либо из травмы, либо из интереса, который зажигает через искру сознания. Помните нашу искорку? Интерес. Вот эта часть, она божественная. Она лежит на порядок глубже. Мы в нее еще не внедрились. Но она приходит энергией с информацией и включает в человеке все ресурсы, включая его физические желания действовать, творить. Так рождаются картины. Так рождаются полеты в космос. Так рождаются музыкальные произведения. Так человек выходит на сцену, становится известным дирижером. Так, так, так. Через интерес открывается вот этот ресурс. Но на наших же тренингах, когда бизнес-тренинги ведут, говорят о том, что человека надо мотивировать на работу. Вот пока мы рассматривали только съемку картины. То есть для того, чтобы картина была снята, для того, чтобы картина была снята, нам нужна энергия. Энергия должна войти в человека. Должна прийти в человека и отразиться на его картине мира. И таким образом все пойдет. Смотрите, когда говорят о мотивации, о чем говорят? Говорят о том, что в человека не придет некая энергия с интересом, да? А говорят, вот есть некая таблица потребностей человека. Эти потребности человека полностью связаны с его травмообразующими блоками. Ну, это же наша рептильная часть. Да? И вот через эту таблицу, через мотивацию так называемую, побуждают человека высвободить как можно больше каких-то травматических моментов энергии на то, чтобы сформировать какие-то достижения в своей жизни. И таким образом вот этот вот ресурс мотивационный, его можно по-другому назвать травмационным. То есть, грубо говоря, у травматика стимулирует освободить травмационный ресурс. А для этого, если он только на этом ресурсе идет, да? Соответственно, он ставит цели из травмы, задачи из травмы, радуется достижениям из травмы, да? Я все называю своими именами, чтобы было понятно, насколько абсурдна вообще вот эта вот бизнес-структура. И таким образом получается, что вот этот травматик выстраивает свое травмационное будущее, да? И в своем травмационном будущем, исходя из таблицы его потребностей, он себе может позволить там однокомнатную квартиру, счастье. Рено Дастер, счастье. Поездка в Крым или в Сочи, счастье. Ну и еще чего он там может добавить. А, должность директора, счастье. Вот это вот счастье, он это ставит целью. Это травмирующая цель, цель, сформированная на основании травматика. Ему же сознание не расширяли. Он ровненько сидит, ровненько в том, в том, что у него есть в подсознании. Он не берет ресурса вот этого божественного, которого можно вкачать, да? Он не раскрыт, он не слышит свою душу. Но он при этом очень круто слышит извне, что ему говорят. Извне он может ставить, распоряжаться чем? Только говноманией. Тем говноманией, которые у него есть в подсознании. И на основании тех говноманией он себе строит говно будущее. Понимаете? Этот травматик из травмы строит травмационное будущее. Но самое интересное, что еще, если учесть наши СМИ, ему уже ограничили количество жизней. То есть к 60 он должен выйти на пенсию и благополучно сыграть в инфаркт. Это не его игра, да? Но уже у нас статистика показывает, что там столько-то процентов населения играет в инфаркт, остальная часть играет в инсульт, и еще некая часть играет в онкологию, да? А все остальные, это чем быстрее выпьешь уже из этой игры. Зачем? Чтобы вы здесь ходили и мешали. Но никто не интересуется вообще. А вы у человека спросили, может, он пожить еще хочет, может, он все-таки услышит свою душу и поиграет во что-то другое. То есть вот это мотивация, господа. Мотивация в бизнесе. Я сейчас говорю такую страшную чушь, но вы просто задумайтесь, какая подмена в нашем обществе перекроила мозги сотням тысяч людей. Я, когда смотрю на это все, я все время ржу. Потому что, по сути дела, абсолютно у каждого человека, у каждого человека есть доступ к неограниченному пространству, из которого косточается энергия через интерес. И это происходит, когда у него в башке зажигается божественная искра сознания или осознания. Понимаете, вот когда происходит озарение или осознание, происходит такой энергия как будто прошла ток по вас. Вы соединились со своей душой. Вы ее услышали. Вы соединились с Богом. Вы его прочувствовали. И через вас прокачался огромный объем энергии. И эта энергия, она тут же выливается, она потом еще трансформируется в разворот информации. Мы чем вот сейчас занимаемся, когда тренируемся в инфодайвинге? Мы занимаемся тем, чтобы осознанно вызывать вот эти вот потоки внутри человека. А потом в течение недели-двух он сидит и дешифрует эту информацию. И потом у него начинается пруха. И неважно, у него начнется пруха в бизнесе, у него начнется пруха в личной жизни. Вот вам кажется, легко так услышать, в личной жизни пруха. Да-да-да, господа, вот человек сидел там до 30 или до 35 лет, и у него не было личной жизни. А тут херяк, и за неделю куча секса, любви и всего остального. Вы думаете, его за уши оттуда достанешь? Да никогда в жизни. Он кайф ловит. Просто у него сейчас этот период. У кого-то это трансформируется через творчество. У кого-то тут же это, понимаете, когда у человека вот эта пруха пошла, то остановить его на наемной работе, когда он формирует травмобудущее, уже все, у него осознание начинает работать, и он возвращается, он начинает слышать свою душу. А душа говорит, давай не травмобудущее, давай вкати по полной, чтобы играть так, чтобы пар из ушей шел, да? И у человека начинается так, мне не нужен дастер, господа, у меня Тесла уже нормально подходит, мне не надо вот сейчас говорить о том, что я пойду работать на наемную работу, мне Марс интересен. И понеслось, понеслось. Более того, нету хороших или плохих специальностей. В нашем обществе есть подмена. Если ты сапожник, значит, ты низкоинтеллектуален или низкообразован, или там водитель, или еще кто-то. Господа, 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 его душа пришла пропереться от того, как он будет ездить за рулем и лишить сапоги. Пускай прется. Она прется, она на этом качает вот эту энергию. Эта энергия идет на здоровье, на кайф. У него такая игра. Пускай прется от этой игры. Зачем ему быть директором, если у него драйвера стоят на сапожниках? Ему это вообще нафиг не нужно. Его душа сидит и страдает от того, что он пытается управлять кем-то, хотя ему вообще это не надо было. Он должен был там где-то в одиночестве сидеть и творить и изобретать или еще что-то. Понимаете, мы все разные, просто надо найти себя. И в этом нету хорошего или плохого. Это придумали в социуме, оценили, разделили по классам. Для чего? Разделяй и властвуй, господа, разделяй и властвуй. Как только соединяешься, становишься целостным, начинаешь слышать себя, то вот эта игра в мотивацию, в бизнесе, она превращается не то, что в трэш, она превращается, она звучит как ужас, как можно было так подменить понятие. Вместо того, чтобы у человека привести его к тому, чтобы он услышал свои собственные интересы, чтобы он почувствовал, как рождается в нем эта энергия, чтобы он пришел к тому, что у него есть управляемое, осознанное озарение, чтобы он расширил свое сознание и позволил себе иметь, быть, играть, творить и так далее. Чтобы он вообще позволил себе иметь свою собственную реальность. Ведь она же на самом деле его, и она по факту его. Но человек, первый вопрос, который мне задают, ну, в 80% случаев, а что, реальность не одна? Нет, господа, она не одна. Представляете, как удивительно, у каждого своя. Я прихожу в банк, там стоит огромная очередь, и не работает эта штучка. А мне надо отправить деньги и получить деньги. Я захожу в банк и говорю, а в моей реальности очереди нет. И тут разворачиваются события, в течение двух минут везде меня за руку проводят, я все плачу, выхожу из банка, говорю, а в моей реальности очереди нет. Это все, это все программы-боты, которые не позволили себе, не позволили себе другую реальность. И так всегда, так всегда, так везде, так в решении абсолютно на всех вопросах, господа. Но для этого надо от бота уйти. Чем отличается бот от не бота? Ничего плохого в боте нету, кроме одного. Он не осознает, что надо поставить, у него есть только драйвера через боль в развитии. У него стоит только одна программа развития через боль, развития через страдания. Я должен страдать, и когда меня запихнуло в боль, и когда отработали все болевые программы, и сработала пирамидка масло, да, только тогда будет идти движение в развитии. Но при осознанности определенный человек может поставить другие драйвера, он может развиваться осознанно. он видит свое программное обеспечение, для этого надо научиться работать с ПО, со своим ПО. Он видит свое деструктивное или конструктивное ПО, сносит его к чертям собачьим, и таким образом ему не надо его сносить через боль, потому что здесь же тоже ПО сносится только через проживание, через внешнюю картину мира. А так мы заходим изнутри, изнутри сносим, убрали все, и картина мира уже не развивается так, которая бы развилась из травмы, потому что из травмы мы все равно это сносим и ресурсы забираем, только мы это делаем осознанно, сами. Понимаете разницу? И тогда не надо развиваться через боль, тогда надо развиваться через, и можно развиваться через удовольствие. И иметь собственную реальность, собственную картину мира, собственную игру, и все так, как выбираю лично я. Но есть одно но, тогда придется на себя взять ответственность и выбирать. Следующая большая тема. Возьмите